В Тверской области на базе медицинских учреждений создаются новые резервные места для больных коронавирусом COVID-19. В частности, открываются госпитали и инфекционные отделения в различных медучреждениях. Наш корреспондент побывал в такой клинике. В Нелидовской ЦРБ для приема пациентов переоборудовали часть больницы. Тему продолжит наш корреспондент. Перепрофилирование обычной поликлиники в инфекционную больницу требует серьезного дооборудования медучреждения. В частности, создание специальной системы шлюзов. Чтобы попасть к пациенту, врачи преодолевают несколько коридоров с герметично закрытыми дверями. Помимо прочего, отделение оснащено всем необходимым оборудованием для лечения больных с коронавирусом. Это аппараты ЭКГ и УЗИ, системы переливания крови, рентгеновский аппарат и обязательные условия компьютерный томограф. Приемный покой здесь тоже временно переделан под инфекционный шлюз. В смежных помещениях производится разделение кислородной магистрали. Необходимо для лечения пациентов с тяжелой легочной патологией вследствие поражения коронавируса. И, конечно, в больнице сформирован необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты. Одно из условий для функционирования инфекционного госпиталя обязательно должна быть компьютерная томография. Поэтому, наверное, у нас и выбор, что в этом здании у нас находится компьютерная томография. Потому что без компьютерной томографии самым основным грозным, одним из грозных осложнений этой коронавирусной инфекции является основная пневмония. Чтобы ее идентифицировать. Что касается персонала, работающего в так называемой красной зоне, то перед началом смены каждый медик переодевается в специальную амуницию, чтобы приступить к работе с заболевшими. На работу будут сходить, они отсюда на болот заходят сюда, там машину снимают верхнюю одежду. Здесь надевают этот костюм защитный, полностью экипировкой. Все специалисты, которые будут работать в больнице, прошли необходимую подготовку и изучили особенности лечения пациентов с COVID-19. И, конечно, здесь только те, кто готов к такой работе, в том числе и морально. Сюда есть персонал, мы только по согласию самих работников. Сначала формируются согласия, кто согласен работать в госпитале, они проходят обучение. Сейчас в Тверской области оборудовано более полутора тысяч коек для инфицированных коронавирусом. Подобные госпитали были развернуты в больницах Твери, Удомли и Конакова. На следующих этапах такие госпитали появятся в городах Кашин, Андреаполь, Лихославль. В Твери дополнительно задействует областной клинический лечебно-реабилитационный центр. По заявлению губернатора Тверской области Игоря Рудени на обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствам защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей. По словам медиков, все эти меры, помноженные на сознательность граждан, которые должны соблюдать предписания о ношении защитной экипировки и соблюдать меры самоизоляции, должны помочь жителям региона благополучно преодолеть стадию плато, а затем полностью справиться с пандемией.